меня зовут Женя Арутюнов я дизайнер и арт-директор и сейчас я в основном занимаюсь тем что настраиваю команды и я пришел сегодня для того чтобы рассказать вам как можно это делать я хочу я очень хочу заставить вас поподнимать руки но не буду пока этого делать хочется узнать кто чем занимается ну в общем для тех кто работает творцами я хочу рассказать что делать если вы захотите открыть свою контору ну то есть я не говорю что всем нужно уволиться и открыть свою контору но все равно некоторые из вас так и сделают и я хочу чтобы вам не было страшно и вам было как бы у вас было чуть больше информации как еще можно а те из вас кто работает управленцами может быть что-то возьмут и захотят внедрить но правда в том что за это вас могут уволить и я свою ответственность снимаю за эту ответственность могут может влететь за такое я сначала в двух словах расскажу как я пришел к ситуации в которой я стал настройщиком команд сначала я стал дизайнером это было 15 лет назад и я у меня родился сын вот этот мальчик и мне понадобились деньги и я решил что самый простой способ заработать денег это побыть графическим дизайнером и не ошибся это действительно простой способ дал объявления в газету ко мне начали приходить люди просить сделать календарики карманы с котятами и в общем все завертелось самое интересное почему меня затащила в эту историю выяснилось что это может быть кому-то нужно я учился в институте в архитектурном и там я рисовал какие-то картинки какие-то проекты на них никто не обращал внимание их выбрасывали и непонятно было зачем когда я начал работать дизайнером выяснилось что те то что я делаю может быть кому-то нужно и эти котята люди ждут их они звонят и говорят где же наши календарики с котятами еще потом и деньги за это платят институт не смог выдержать конкуренции я ушел оттуда чтобы делать календарики с котятами потом прошло какое-то количество месяцев и я из любопытства у меня да я пришел на работу а там был интернет смешно должно быть сейчас как бы шел на работу а там интернет и я из любопытства вбил в адресную строку design.ru вы знаете что находится по этому адресу да вот и я увидел кого-то в тот момент последним параграфом было учимся делить на это было очень давно и проставководство я получил мощнейший инсайт оказывается то до чего я вот догадывался все эти вот предыдущие годы своей детской жизни это правда что вокруг все тупые некомпетентные и все делают не так и что если узнать как правильно можно их чморить делать правильно и быть крутым и это было очень интересно это мотивировало меня узнавать правила по которым делается дизайн а всех остальных значит унижать с помощью того что я знаю эти правила потом прошло несколько лет и выяснилось что дизайн это решение задач что не просто люди рисуют картинки оказывается кому-то зачем-то они нужны не смысле картинки сами по себе а что то что они делают и я начал вот путь свой как человека который решает задачи я много разговаривал с клиентами я узнавал как устроенных бизнес что они делают зачем почему чтобы решать задачи шли годы и выяснилось ой вот так пока что выяснилось что дизайн может быть не только ответом ну то есть дизайн как решение задач это дизайн как ответ на какой-то вопрос а выяснилось что дизайн может сам по себе привносить ценность ну то есть приходят ребята и говорят мы собираемся открывать магазин он будет вот так-то называться может у них даже есть бизнес-план какой-то они даже знают чем барыжить в этом магазине как бы ну или приходят ребята и говорят мы будем делать журнал у них может быть даже есть темп план они там примерно рубрики знают но вот в тот момент когда мы нарисуем им картинку фирменный стиль название или в сетку этого журнала какой-то визуальный образ в этот момент у всех загораются глаза и все видят будущее до этого они просто как бы что-то придумали на словах а тут они увидели произошло волшебство и вот это следующее что меня несколько в какое-то время поддерживала интерес что можно делать волшебство люди приходят с какими-то невнятными абстрактными вещами а получают стройную модель будущее будущего которая объединяет команду и все такие да мы вот это хотим и вот этот магазин хотим делать шли годы и выяснилось еще вот что что оказывается можно быть художником не просто решать задачи и создавать ценности но и делать это по-своему прихотлива как бы вот так как ты хочешь и вместо подробных объяснений почему ты сделал именно так ты говоришь ну потому что почему она такой а потому что потому что я так захотел и если ты можешь давать ответы на вопросы и ты можешь создавать проекты которые решают какие-то задачи то поверх этого ты еще можешь быть художником и ты можешь такой на собирать у себя портфолио из работ для разных ребят у которых были разные задачи рядом их поставить и сказать а вот это мой авторский значит стиль зацените прикольно а потом выяснилось что самое интересное делается командами без команды интересное не делается потому что она сложная сложная и интересная одновременно и я начал пытаться управлять командами собирать там обламывался всякие странные вещи происходили но в итоге когда я начал внимательно наблюдать за тем что такое создание команды это оказалось интереснее всего предыдущего и вот я в итоге такой перед вами а все это время я продолжал быть крайне ленивым человеком который ничего не хочет делать вообще ничего не хочет делать но при этом постоянно что-то делает и я начал задаться вопросом а почему как так происходит что я это делаю ну то есть представить себе какую-то материальную выгоду я работаю чтобы приобрести автомобиль очень смешно сразу становится потому что я не смог так сделать ни разу пару раз такой я хочу заработать денег а потом сам себе такой ха-ха-ха это же это просто херня у некоторых других ребят включается что-то вроде ну не то чтобы жажды славы но вот какая-то статусная история делаю это чтобы занять какую-то строчку чтобы быть классным я очень всегда хотел быть классным но при этом я не смог ни разу заставить себя поучаствовать каком-нибудь дизайнерском конкурсе может это объясняться конечно какими-то комплексами и страхами но правда в том что комплексы у страх и страхи у всех но при этом много кто участвует ради того чтобы приобрести какой-то статус какую-то медаль q у меня наглухо отбита эта история я не способен вот участвовать в соревнованиях еще людвиг быстроновский как-то на лекциях говорил не знаете как себе придумать цель придумайте антицель избегайте какой-нибудь фигни не получалось я постоянно был окружен фигней я большую часть сознательной жизни жил в долгах в каких-то странных обстоятельствах совершенно неприятных но у меня настолько повысился вот болевой порог что все это не заставляло меня убегать и когда я докопался до ответа ради чего я вообще предпринимаю хоть какое-то тело движения пальцем я получил вот этот ответ что я просто хочу играть и что вот эти все периоды это все была игра игра в то что ты классный а все остальные дураки ты знаешь как надо игра в решение задать игра в то что ты художник и в то что ты можешь команды собирать это все просто торкало и кроме этого нету никакой причины что-нибудь делать для меня и вот я вам хочу показать во что я играю сейчас это нечто это собственно ой вот я сейчас сбился тема зашел сложно давайте отмотаем короче и сейчас я играю в конструирование команд и я вам хочу показать правило к которым я пришел что самое может быть не очевидно и не только я но еще и ноутбук оказался подверженным самая как бы не очевидная фигня которую не предприниматели думают о предпринимателях возможно заключается в том что кажется будто бы бизнес делается по каким-то правилам все-таки ходят в пиджаках с портфелями выполняют какие-то обряды и это бизнес эта херня какая-то к которой ты не хочешь прикасаться будучи творцом при том что мы находимся в стенах компании которая все время пытается доказать обратное и говорить о том что бизнес можно задизайнить что это все может быть результатом творческого процесса то как у тебя устроены деньги устроены люди как все управляется это все может быть результатом твоего проекта и это очень интересно и вот я пытался этот проект придумали и все строится вокруг ну я до того как пришел к этой мысли у меня не получалось после того как я пришел к этой мысли у меня начало получаться мысль о том что я не хочу предлагать ребятам делать что-то такое чего сам бы не хотел делать то есть тут зашифровано все как я все это я и связи с этим первую мысль которую хочу донести можно собрать все вокруг себя вокруг своих странностей вокруг своих слабостей вокруг вот того как ты есть делать бизнес это не значит включиться в какую-то вот заранее придуманную хреновину и пытаться в ней выживать делать бизнес это значит понять что ты за хрень что ты такое да и вокруг себя выстроить всю остальную историю и вот вы сейчас увидите как я это начал делать поскольку я хочу чтобы у всех были те же правила что и у меня я должен каждое правило пропускать через а буду ли я его выполнять и вот первое что я как к чему я прихожу это то что все должны быть на свободе в чистом поле что это для нас значит что ни у кого не будет режима работы что ни у кого не будет места работы что у никого не будет обязательства в течение получаса ответить на письмо или в течение такого-то промежутка времени взять трубку потому что я не хочу выполнять такие обязательства и из этого следует несколько вещей что мы отменяем общую для всех дисциплину но при этом подразумевается что для того чтобы хоть какие-то результаты получить каждый человек должен свою собственную дисциплину вырастить внутри себя мы позволяем ему делать свои дела управлять своим временем не только позволяем но и заставляем учим и мы отменяем все обязательства которые были бы по дефолту то есть обязательства очень важны но для того чтобы получить обязательства нужно в явной форме что-то пообещать если ты бы обещал быть в скайпе в 1500 ты обязан там быть но если кто-то почему-то подумал что ты должен где-то присутствовать или почему-то что ты должен на что-то ответить да или ответить то он сильно ошибается он это обязательство еще никак не получил я буду про каждую эту штуку еще говорить почему это выгодно потому что иначе вам покажется будто бы мы просто такие друзья которые не хотят друг друга напрягать которым весело вместе и они такие как бы ну чё пацаны давайте хернёй струдаем неважно нет мы бизнес странный но бизнес и каждый про каждое слово я могу объяснить почему это выгодно одновременно с этим почему это прикольно и почему у нас получается это делать тут как бы не будет выбора между выгодой и приколом тут будет все вместе а вы можете перебивать спорить и задавать вопросы сразу потому что если мы оставим вопросы наконец будет плохо лучше если все вопросы полетят сразу я не собьюсь толку я могу на все отвечать в любом порядке ну очевидно почему выгодно чтобы все были на свободе не нужно им арендовать офис не нужно покупать им компьютеры не нужно за ними следить но не в том смысле тут написано но не в том смысле что все такие давай рисовать какой хотят дизайн давай думать каждому что придумается нет в творческая диктатура никуда не девать просто административно это полная свобода стопроцентная максимальная выключенная ручка свободы и разумеется что в таком сетапе можно работать только асинхронно есть синхронный метод есть асинхронный синхронные это когда все заперлись в избушке и давай очень интенсивно обмениваться картинками словами какими-то мыслями и они очень эффективно так эти чуваки работают могут очень быстро добиваться результатов но есть одна проблема с которой я сам не готов мириться в таком методе она заключается в том что тебе нужно отпрашиваться в туалет ну то есть вот если ты внутри процесса то у тебя крайне урезаются твоя личная свобода вот в этот момент и если он продолжается долго ты начинаешь это замечать и вот поэтому я но при этом синхронная работа это супер крутой инструмент и если мы понимаем что все начинает выходить из-под контроля мы можем съехаться в один город ну понятно же что мы не в одном городе там и даже если мы в одном городе то мы работаем как будто бы не в одном городе но мы можем съехаться сесть посидеть поработать как опция но не как дефолтное состояние вместе с огромной свободой накладывается огромная ответственность не знаю нужно ли тут что-то объяснять кроме того что никто по умолчанию не умеет ее тащить никто не может никто не родился человеком который может работать удаленно в своем графике в своих трусах значит из-под одеяла никто этого не может выбор заключается в том в каком порядке мы учим людей классическая компания берет людей исходя из того какие у них есть ремесленные навыки и уже внутри в зависимости от своих потребностей выращивает в ком-то там административные какие-то управленческие организаторские в ком-то нет если это почему-то не выгодно а мы делаем наоборот я делаю наоборот первым делом я учу людей не тупить коммуницировать вовремя говорить о проблемах задавать вопросы и быть способными разговаривать и если они начинают учиться этому то потом уже делая проекта они постепенно начинают рисовать какие-то приличные вещи программировать какие-то приличные вещи не в том порядке как обычно когда вот есть дизайнер он классный дизайнер он работает дизайнером год-два-три потом ему руководитель говорит слушай ты такой уже классный дизайнер тебе пора становиться арт-директором и он такой пересаживается в кресло арт-директора и начинает с нуля практически из нихуя себя пытаться ощутить управленцем он ничего этого делать не умеет и либо ему становится очень плохо и он очень быстро учится либо как часто бывает он говорит отвалите от меня я буду рисовать макеты потому что там я чувствую себя хорошо здесь я чувствую себя странно а у нас когда ты приходишь тебе сразу говорят ну ты такой сейчас будешь мини как бы арт-директор сам себе ты сейчас будешь все решать с этим договоришься с тем договоришься тут напишешь понимание задачи тут распланируешь по каким критериям этот человек вообще как я понимаю что его можно брать ну он должен быть талантливым тут вообще понятно все да если это если не видно там какого-то зерна то лучше не вкладывать в это усилие и он должен уметь генерировать импульсы то есть он должен с руководителей снимать необходимость бегать за ним у нас есть такое правило что если ты кому-то отправил email в котором попросил что-то сделать ты можешь забыть об этом навсегда тот кто его получил тот должен ответить если он не ответит все сломается она по правде сломается то есть я отправляю письмо говорю ну смотри вот тут есть такая задача я сейчас забуду обо всем если ты не сделаешь ее вовремя ну нам прилетит там короче от внешнего мира какой-то очень не ведь негативный фидбэк прилетит или клиент скажет вы офигели или что еще хуже он пойдет увидеть что мы ничего не делаем сделает как-то сам но в общем последствия будут и никто не будет пытаться их предотвратить потому что только так можно сделать чтобы человек поверил что действительно от него все зависит и для того чтобы работа шла я говорю ты должен приходить и показывать приходите показывать умеет человек приходите показывать все спасибо не умеет но он просто поделает вернее он пройдет время и он отвалится это такое требование на входе не все умеют но ничего сложного в этом нет ставишь будильник себе на каждые там три часа и будильник тебе говорит напиши и покажи что-нибудь технически решается в действительности естественно как бы кто-то никогда в жизни не придет к умению генерировать импульсы вот и если есть талант и есть способность генерировать импульсы дальше можно пытаться создавать из этого человека вот этого мини универсального солдата что значит все за всех это значит что все занимаются всем понемногу и идея распределения профессий ну мы в этом не заходим слишком далеко у нас все дизайнеры учатся писать код учатся писать текст и самое главное учиться работать менеджерами и общаться с клиентом и учатся управлять своим временем с разной скоростью с разным успехом но они обязаны этому учиться если ты не хочешь этому учиться то до свидания в проекте разумеется нужно поделить на роли не должно быть такого что один человек делает проект во всех ролях это замыкание на одном человеке которая но каждый должен уметь во всех ролях под почему потому что дальше это будет очень важно есть еще одна особенность мы вроде бы как дизайн-бюро занимаемся разработкой проектов для клиентов но мы стараемся быть как продуктовая компания которая владеет продуктом у нас мало клиентов и мы для этого маленького количества клиентов делаем одно и то же годами для кого-то по 10 лет для кого-то по 7 и получается так что мы начинаем владеть вот сайтом клиентским начинаем владеть фирменным стилем и начинаем делать там что считаем нужным просто потому что мы дольше в этом чем некоторые их менеджеры потому что у нас есть видение а у них нет потому что мы вот просто знаем что делать и таким образом мы начинаем быть больше похоже не на компанию которая что-то там на потоке делает она продуктовую компанию которая пилит продукт и этот подход заставляет ради себя же самих писать нормальный код держать все там в каком-то нормальном состоянии и внедрять в общем то но что значит фраза не в долг имеется в виду управленческий долг или технический долг который ты когда ты делаешь что-то на потоке отдаешь и говоришь до сюда не можешь себе позволить там кто-то что-то недопонял а что такое управленческий долг но это когда это как технически когда ты оставил в проекте хреновину которая выглядит как надо и работает как надо но развивать ее дальше невозможно потому что там все очень плохо сделано под капотом управленческий долг такая же штука только в вопросах организации и управления когда какие-то процессы недопридуманы что-то какие-то недомолвки остались но в одном случае вы можете подписать акты разойтись там и никогда друг друга уже не увидите забыть об этом а когда вы с одними и теми же клиентами годами то вы этого не делаете вы начинаете становиться надежным партнером которому доверяют и который может сказать нет мы не будем менять шрифт нет мы не будем делать то что вы просите просто потому что у нас есть введение ну то есть владеть продуктом это в конечном счете очень выгодно потому что ты больше получаешь результата какого-то полезного и ты меньше подвержен вот этим вот каким-то внешним стимулом и если ты пытаешься делать что-то на протяжении какой-то времени тут и рано или поздно придешь к гибкой итерационной методологии в которой у тебя будет что-то вроде спринтов в котором будут что-то вроде регулярного обновления продуктов продакшене то есть это не будет такой процесс которым есть начало с огромными ожиданиями середина в которые втиснуты вся боль там все муки такой вот концентрированный процесс и бесконечный конец по публикации вот этого большого проекта от которого у всех огромное ожидание никто не хочет ничего оттуда убирать идти на компромиссы и в итоге все хотят друг друга убить в конце проекта вместо этого у вас есть всегда только середина решили что-то сделать поделали выкатили на завтра получили от рынка какую-то новую задачу там клиент что-нибудь придумал другое ну то есть это просто всегда поддержка никогда не разработка как бы а всегда как бы поддержка просто она делается ровно не отдельными специалистами по поддержке копипейстерами новостей там а командой разработки и работая так получается что мы для клиентов становимся чем-то вроде отдела дизайна и мы этому не сопротивляемся дело в том что мы выбираем себе классных ребят у которых хочется поучиться чему-нибудь например мы выбрали себе дода пиццу в качестве любимого клиента потому что хочется поучиться у них менеджменту подходом к управлению делами поэтому мы позволяем им собой по управлять не как классический там такой черный ящик у которого есть интерфейс в виде аккаунт менеджеров которые все передают и не дают внешней среде залезть внутрь и испортить процесс мы вместо этого при открываемся в достаточно такой в хорошей такой степени но мы внимательно смотрим кому то есть не просто не работать с мудаками а еще выбирать из не мудаков тех у кого хочется учиться разным вещам те те кому ты можешь поверить даже если они говорят вещи с которыми ты прямо сейчас не согласен ну вот дода пицца вот например модуль банк в его той части где корпоративные сми которая называется дело мы с людой сарычевой там команду настраиваем и другие менее яркие но всегда вот похожего плана клиенты для которых хочется делать вместе что-то по долгу что там дальше произойдет важной частью вот этой свободы является святая значит неприкосновенное право каждого человека сказать нет каждому конкретному процессу ну скажем можно сказать я не хочу работать для этого клиента и это не будет означать предательство все его сотрудничество в целом это не будет означать что человек берет и против всех что-то замышляет скорее всего это означает что с проектом что-то не так и если явно проговорить что можно отказаться от работы конкретно с конкретным клиентом вы намного быстрее начинаете получать очень что мне тут включается да да она включалась начинайте получать обратную связь и вы лучше понимаете что происходит вот это вот право на нет она почти никогда не срабатывает так что а как же так у нас лишился проект дизайнера потому что дизайнер сказал нет не бывает такого а бывает такое что человек чувствует себя комфортно зная что он вправе и вы вовремя получаете сигнал что с проектом что-то не так клиенты странно себя ведут вы же помните что у нас напрямую как бы вот все ребята со всеми клиентами могут общаться клиенты могут вот со мной быть зайками с дизайнерами быть такими невнимательными хамскими непонятными существами и вот это все нужно мониторить нужна система где-то было слово диагностика до диагностика вот у больших компаний которые уже обострались и не знают что делать есть такой метод запустить сбор обратной связи чтобы понять что с нами не так и пару раз меня спрашивали а как ты собираешь обратную связь я говорю вот представьте чувак у которого вместо руки протез такой классный роботизированный протез с вот такими пальцами он этими пальцами худо-бедно может что-то делать но для этого ему нужно вот так смотреть на них иначе там все короче начнет выходить из-под контроля это человек которому нужна обратная связь как осознанное какое-то действие а человек со своей рукой он как бы не замечает сам как ее получает и вот нашей компании это устроено так что все на таких мельчайших соплях держится что как только где-то проявляется малейший признак какого-то трения какой-то проблемы она всплывает моментально пока еще никто не успел накопить обиду пока никто не успел накопить долг управленческий там что вот все переговоры зашли в тупик эта система которая позволяет быстро понимать что происходит одним из кстати если кажется что это что-то продуманное что это план по захвату земли эзотерическими какими-то силами это на это нужно смотреть как на салфетку на которой накалякали не идеально все одним из индикаторов того что все неплохо является фраза я хочу если дизайнеры частенько говорят о я хочу попробовать это вам не кайфа пробовать это значит можно выдыхать все пока что более-менее нормально движется не хотите вопросик задать или сказать что все это херня ну во-первых надоедает во вторых их можно ротировать в третьих мы не делаем проекты в которых нужно обтравливать фотографии в августе потом обтравливать фотографии в сентябре мы делаем проекты в которых продукт развивается и да поначалу может казаться что если ты над одним клиентом работаешь годами то это как-то странновато а потом тебе кажется наоборот что ты только врубился только начал видеть как она живет только начала это и тебе уже не хочется от этого отрываться просто меняется масштаб меняется меняется то на что ты обращаешь внимание делая проект в одном случае ты обращаешь внимание на то нарисовал ли ты картинок в которых используются другие цвета и другие шрифты а в другом случае ты обращаешь внимание как она живет и какие гипотезы вообще срабатывают и какие нет то есть проблемы такой нет хотя периодически лучше хватануть какой-нибудь маленький проектик который можно поделать но тут потом появится еще один ответ на этот вопрос ой ой подход до более продуктовый подход и вы можете в какой-то момент там отказываться либо нет потому что вы знаете больше чем допустим менеджер который у них меняется но наверное за 10 лет до 15 у вас команда тоже меняется и не только менеджеры но скорее всего и дизайнеры и по факту это новые люди которые не в курсе проекта и только устроены вот с этим не бывает проблем что я просто начал с того что 15 лет назад стал дизайнером но наша история очень короткая четыре года может быть может быть вот в этой конфигурации 2 пока еще это не сне не становилось ни разу ну то есть есть при клиенты с которыми я начал работать 10 лет назад а сейчас их делает команда и я сам просто знаю что там к чему и я сам могу сказать ну то есть окей да там пройдет 10 лет все изменится пройдет полгода все изменится тут как бы это не выбито в камне но вот с этой проблемой мы еще не сталкивались но другая другу 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 другая причина почему не сталкивались то что я заранее знаю вот он человек вот он сидит на этом месте и вот я знаю что он вылетит скоро и я уже примерно думаю что с этим делать ну то есть как там так организовать я же тоже хожу всем продаю в ситуации когда никто не должен находиться я как арт-директор хожу и продаю всем проекты смотри вот тут пришло такое давай поделаем смотри вот тут есть такое давай поделаем и и это меняет то как я общаюсь с внешним миром ну пока что я выступаю посредником вот между я больше думаю о том как дизайнеру продать проект мы растем в смысле количественно только под влиянием внутренних факторов когда я вижу что человек который должен быть здесь он появляется если мы росли под влиянием внешних факторов типа есть проекты можно взять там есть проект но под него нужно взять еще троих дизайнеров и десять разработчиков нет вот это не срабатывает ну я мог бы так мог бы нахватать проектов это совершенно не проблема и я скорее я подбираю проекты под команду чем наоборот ну а не только так и прихода как еще могут прийти клиенты кроме со словами вот деньги хотим да мало ли чего вы хотите понимаете дело в том что это не очень важно это не очень важно я вот когда добрался до вот этой стадии когда кайф делать команду я перестал думать о проектах очень уж серьезно моим проектом является только команда я не беру на себе вот я не согласен работать над задачей как нам сделать сайт не согласен работать над задачей как нам вообще поставить тут дизайн-процесс единственная задача над которой я сам согласен работать как сделать людей которые сделают сайт как сделать вот эту штуку и поэтому конечно же ну толку что он принесет деньги он же мне их не бесплатно приносит мне же нужно как-то что-то придется потом сделать и я же заранее думаю что я заставить никого не могу могу только бегать всем продавать как бы а давай поделаем давай поделаем конечно же мне нужно чтобы внутри аналогия такая приходится рок-группа на саундчек в зал в концертную площадку как выстраивается саундчек сначала звук на сцене чтобы музыканты слышали друг друга и им было комфортно потом звук в зал если на сцене звука нет в зал неважно там чё это это будет музыки не будет если на сцене нету звука хорошего у нас происходит то же самое сначала просто мы более в более сложную игру пытаемся играть вот и все поэтому сколько там кто принес денег неважно я просто не могу их освоить у меня нету сумки для того чтобы унести любое количество денег кроме того которое я могу унести тут даже нету какого-то внутреннего конфликта это же вручную отобранные дизайнеры про которых известно что они хотят а это знание периодически обновляется с помощью внутренних инструментов то есть вот опросы все ли у нас в порядке мне не нужны google формочка в которой будет про будущее как вы думаете чем мы не занимаемся а надо бы какой проект ты бы хотел сделать что мы там не делаем то что вот такого плана про будущее я наверное должен был сразу сказать что у нас там семь человек нет это очень мало когда эти семь человек ты можешь про каждого очень много помнить это видеопроекты можешь понять ага он недавно жаловался что давно не было значит онлайн сми а тут вот она приходит ну то есть это определенная как бы ну то есть это определенная как бы еще такой вопрос вот ну с командой понятно там семь человек и там можно показания следить а за клиентами вот на каком количестве вы бы сказали стоп и типа я понимаю что больше там отслеживать и поддерживать отношения я не могу с таким количеством это больше вопрос не про количество а про качество есть у нас клиенты еще такие мои старые которым требуется аккаунт менеджмент ходить объяснять лично приходить или подробно объяснять и вот с такими неважно сколько их даже если он остался один хочется его выпинать потому что он тебе ломает весь кайф а есть клиенты с которыми ты можешь плясать очень тонкие балета ну вот вот в обход всей классики ты можешь вместо того чтобы показать им дизайн лично вспомнив вместе всю историю что вы хотели в чем была задача рассказав как вы пришли и такой показываешь ему дизайн классика вот классика как вот есть лагерь этих лагерь тех и они такие с белыми флагами пришли значит разговаривать а мы можем нашим любимым клиентам левой ногой отправить какое-нибудь говно и сказать ну типа чё думаете и мы знаем у нас достаточное доверие что они знают что мы бы не стали совсем бессмысленное абы что присылать и мы знаем что они знают как на это смотреть потому что там везде профессионалы ну например в до до пиццы там просто профессионалы работают и в отделе дизайна и в маркетинге с ними можно разговаривать на том языке на котором мы думаем и поэтому это очень выгодно таких клиентов ты можешь больше чем надо набрать и страшного не случится те клиенты которым нужен аккаунт менеджмент они будут сидеть ждать а потом подойдут на тебя в суд или накричат на тебе или что-нибудь еще вот накопят значит и потом придут жаловаться а наши прекрасные клиенты они так не будут делать они если увидят что все что-то не идет они такие ну чё может вы не будете это делать может вам некогда чем может быть там ну то есть они моментально то же самое как внутри так и снаружи они моментально дадут понять они скажут а вот это нам сейчас нужно к сроку иначе плохо и мы будем знать что это не блеф или они потерпят и как бы ну не делает они делают делают и не делают однажды сделают и хорошо правда в том что мы еще не обещаем приходит ко мне новый клиент я ему говорю мы во время делать не умеем мы вообще даже не будем обещать что мы сделаем этот сайт мы можем поделать его и мы можем в какой-то периодичностью выкатывать в продакшен новые версии то есть тут вопрос чтобы сразу формировать ожидания что вы не будете взваливать на себя и вот как просто сразу говоришь мой распиздяем а почему бы им не согласиться они видят что мы по факту делаем вещи это же дела значат больше чем слова ну то есть хорошо вот если приходит человек такой у него нет портфолио он как бы не ничего еще заметного никому ни разу в жизни не показал и он говорит я сделаю все вам вовремя классно все будет хорошо не парьтесь все будет хорошо почему ему нужно верить или человек который приходит и говорит слушайте обычно мы обсираемся иногда бывает что мы значит делаем все вовремя если повезет если быстро нащупывается идея иногда бывало что мы ну и так далее ну я бы ему поверю почему клиенты понимают а мы не работаем с непонимающими людьми это тоже фильтр ну то есть вот при у меня было такое что этот человек просто не становился клиентом вот я прихожу они они нас меня позвали потому что они тоже строительная компания как и другие наши клиенты строительная компания таки а сделайте нам тоже классный сайт я прихожу и говорю вот показываем всем видом что мы распиздя и что мы не будем ничего в срок делать что я не буду приходить к ним на планерке каждую неделю что я могу не отвечать на телефон ну то есть явно или не явно это все вы демонстрируется они просто не становятся клиентами проблема не в том что ты какой-то не такой проблема всегда только в одном если ты пытаешься казаться не собой если спрос на то что мы делаем пока что все прекрасно отличный вопрос расскажу чуть позже когда дойду в короткий ответ фиг его знает у нас нету зарплат ни у кого нету зарплат приходит однажды женя к ребятам и говорит давайте зарплаты отменим и как бы отменяет зарплаты что у нас вместо зарплат вместо зарплат у нас открытая информация обо всех деньгах которые есть во всех проектах и люди которые ведут эти проекты и которые очень хорошо знают как он делался на самом деле и эти люди единолично делят деньги которые приходят между теми кто делал у них есть для этого кое-какие подсказки есть некоторые паттерны которые помогают облегчить этот сложный процесс как все выбрать но в конечном счете все держится на персональном представлении о справедливости того человека который был в центре проекта который его координировал но обычно это ведущий дизайнер или если это разные этапы там ведущий разработчик мы даже перестали я перестал считать финансы компании в целом очень скучное занятие мне достаточно считать деньги в каждом отдельном проекте и знать что он не убыточный этого мне лично вполне достаточно я хочу вам напомнить что это не демонстрация того как надо это демонстрация того что можно под себя все вылепить и исключить то что тебя напрягает например меня напрягает зарплатный фонд не хочу я его платить не хочу я придумал способ как исключить его эта стратегия она хороша в тяжелые времена в кризисные это выгодная стратегия с точки зрения такого вот консервативного подхода как не потерять как не влезть в долги конечно же если рынок растет все такие деньги 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 выгоднее платить зарплаты и пытаться короче видеть прибыль в каждом проекте там все упрощать систематизировать делать так чтобы они ну шлепать их там как бы как на конвейере но я не способен к такому сорян извините я хотел бы я может даже когда-то пытался но вот в итоге выяснилось что я способен играть вот эту сложную игру платить зарплаты не способен но что вместо этого вместо этого вот представление о том кто сколько заработал и возможность каждому решить то сколько заработал и ребятам по моему плану я должен был вам последовательно все рассказать но плохо получается последовательно рассказывать я наверное включу все устал я просто последовательно соблюдать эта штука обладает такой неприятной особенностью что ее нельзя внедрять частями она работает только целиком это все очень сильно связанные вещи почему они связаны ну например потому что ты не можешь открыть информацию о деньгах ребятам которые еще не успели поработать всеми всеми не успели поработать менеджером координатором там не успел своими руками пописать код что происходит вот представим себе типичную провинциальную контору которые лендинги фигачат и у них лендинг стоит 100 тысяч рублей не лендинг рисовал дизайнер верстал верстальщик менеджер управлял значит и из этих 100 тысяч рублей хозяин конторы заплатил 20 тысяч дизайнеру двадцать тысяч менеджеру а сорок тысяч оставил себе если он им это расскажет они все возмутятся дизайнер скажет я все он придумал я все придумал дайте мне хотя бы по справедливости хотя бы половину денег потому что ничего не было я дизайнер я все придумал дизайн спас мир верстальщик скажет что он сделал своими руками продукт были картинки стала работающая вещь картинки эти можно было выбрасывать в мусорку сразу же потому что картинки это не работающая вещь 10 верстальщик сверстался это и вот результате его вот усилий которые он собственными руками применил ему надо половину считать что ему нужно половину менеджер знает чтобы если он этих двух мудаков каждый день по три раза в день не пинал и не заставлял работать ничего бы не было он уверен что он сделал этот сайт и ему нужна половина владелец компании знает что он привлек этот проект он несет риски он создал на этом жалком провинциальном рынке себе имя благодаря которому они могут по 100 тысяч делать лендинги они по 8 и он понимает что 40 тысяч это еще супер широкий жест который он совершил в отношении этих всех что он так скромно себя взял он не может им открыть эту информацию никак потому что они все будут возмущены они никто никто из них не знает что за работу делает каждому я сейчас смешную как бы нарисовал картинку про глупых изолированных людей которые дальше своего носа не видят но она слишком сильно похожа на правду которая вот существует много где и вот для того чтобы сказать им сколько денег на самом деле мы зарабатываем и как они делятся они должны понимать из чего все состоит но зато если ты все равно хотел чтобы они понимали то дальше ты не тратишь и очень выгодно не поддерживать никаких границ все очень выгодно не строить стен очень выгодно чтобы все было доступным почему человек который тратит который распределяет и говорит кто сколько заработал и сколько он заработал сам не давайте по-другому ну для для мелких трат у нас есть у всех карточки с доступом к расчетному счету может показаться что это страшно что когда ты человеку открываешь финансовую информацию даешь ему ключи от сейфа это может привести к катастрофе в действительности единственный риск в том что он побоится оценить нормально свою работу и будет просить слишком мало денег все остальные риски это персональные фобии значит руководителей окей да если бы у нас в сейфе лежали какие-то там золото валютный фонд но можно было бы но у нас в сейфе всегда лежит как бы что-то сегодняшнее какой-то остаток на расчетном счете мы не накапливаем деньги мы просто деньги получили растащили живем дальше злонамеренность это очень редко встречающийся такой вот грешок что часто встречается это глупость неинформированность непонимание как все устроено и для того чтобы этот человек делил деньги наилучшим образом его нужно хорошо проинформировать он должен знать из чего все сложилось и чьи это деньги на самом деле поэтому не я делю деньги а тот человек который координировал проект во что он больше знает по этой же причине он мне за работу арт-директора платит деньги по этой же причине я пытаюсь быть таким арт-директором чтобы ему было не жалко платить мне деньги то есть я пытаюсь продавать ему свои услуги я мог бы как единственный ну то есть в других компаниях как мотивируют людей финансово дают им опционы или настоящие акции как бы делают их со владельцами компании подразумевая что так они будут больше заинтересованы в процветании компании я не могу утверждать что это не работает но я просто недостаточно осведомлен но мне кажется что это не очень хорошо должно работать потому что когда у тебя есть акции ты ничего не можешь с этим сделать ты не входишь в совет директоров ты не можешь решить кому какие дивиденды будут платить ты не можешь повысить стоимость вот того что вы делаете потому что вы делаете это компании в 100 человек и в ты никак не можешь повлиять это слишком много вот опосредован слишком этот эффект опосредованной и ты не можешь продать эти акции потому что если ты их продаешь ты предатель все идеи тебе давали их не для того чтобы ты их продавал тебе их дали для того чтобы ты был с нами ты был как бы вот в компании вместо этого я оставляю себе сто процентов акции этого значит дизайн-бюро а людей мотивирую давая им возможность рулить потоком конкретным потоком денег потому что это понятно потому что они знают как им рулить кому чего там сколько и потому что это дает им ощущение свободы и понимание что нет у них какого-то там потолка и нету у них необходимости что-то там договариваться выпрашивать они просто должны делать работу и использовать свое чувство справедливости которая у каждого нормально настроена и который каждая каждый которые каждый пытается лучшим образом применять потому что это же внутренний рынок он же тоже в этот проект постоянно нанимает людей и они же должны знать что он потом нормально посчитает и все же друг друга в разных проектах нанимают и все друг другу в разных проектах платят это просто система которая сама себя настраивает ну плюс несколько подсказочек как быть да да есть полочка и есть некий шаблон что на полочку нужно отложить 20 или 25 процентов из полочки можно взять денег если тебе нужно научиться чему-нибудь но только ты сначала на свои деньги учишься потом всем приходишь рассказываешь как ты научился а потом с полочкой за это берешь деньги никогда тебе приспичило книгу купить а когда ты превратил это в ценность для всех из полочки можно компенсировать удары внешней среды пришли люди сказали мы будем делать мы начали какую-то работу потом отвалились можно внутри с помощью этого заплатить людям потом ой там было много статей был у нас офис мы оттуда оплачивали офис были какие-то поездки мы оттуда платили поездки на маркетинг ни копейки ну потому что жну ну ладно аренда сервера за 800 рублей в месяц типа такого вот и в конечном счете если на полочке остаются деньги то их как учредитель я получаю в качестве прибыли и я вот столичка получаю как арт-директор с каждого проекта и в теории нормальное количество денег в качестве прибыли которая там осталась полежала два месяца и оказалась невостребованной если я завернул наоборот что я как арт-директор должен получить много денег а как учредитель прибыли там уже сколько получится это было бы херня потому что это не про длинный горизонт а если я знаю что как арт-директор я получаю просто на жизнь какую-то там копейку а вот для того чтобы получить прибыль мне нужно всю эту хреновину заставить правильно работать чтобы она после себя оставлял это прикольно ну то есть мне так комфортнее думать об этом чем чё еще раз и два наличие таланта который я субъективно своим опытным глазом определяю и способность генерировать импульсы то есть способность неважно можешь частая практика такая есть человек которого я прошу делать проект я знаю что он не может его делать но если он может генерировать импульсы показывать приходить этот проект будет сделан потому что моя персональная особенность заключается в том что я хочу нянчиться с каждым до бесконечности мне это интересно поэтому я знаю что да он столкнется с какой-то преградой он придет мы вместе ее преодолеем он заберет обратно руль себе и будет дальше ехать способность генерировать импульсы это критичный такой навык ну способность критичная способность для того чтобы со мной работать потому что показать как что делать я могу бегать не буду никогда в жизни это написано крупными буквами у нас на сайте нас роль менеджера ну то есть у нас нету профессии менеджера но роль есть но эта роль никогда не выглядит как дверной доводчик отправил письмо забыл навсегда произошла катастрофа окей все посмотрели на нее сделали выводы постарались больше так не делать по-честному то есть я сначала говорю если ты это забудешь мы все вместе потерпим фейл потом он забывает мы терпим чтобы так мочь нужен запас прочности правильно он есть у меня потому что я много лет там работал и у меня есть люди которые доверяют люди которых я могу попросить пожалуйста вот сейчас у нас новичок побудет менеджером как если что не так приходите же на разберемся ну то есть запас прочности для этого нужен просто он у меня не выражен в деньгах которыми я могу оплачивать зарплаты людей до того как они начали ценности приносить он у меня в другом в другой валюте в опыте в доверии в способности совмещать фрагменты пазла не врать не обещать лишнего признавать ошибки честно стараться сделать как можно лучше ответ есть попроще нужно одновременно делать две вещи первое делать проект как можно лучше второе брать за это как можно больше денег не проект работу делать работу как можно лучше и брать за это как можно больше денег и не позволять чтобы одно на другое влияло то есть если ты согласился делать работу за любые деньги ты все равно делаешь ее ровно тем же процессом который которым ты делал бы ее за большие таким образом ты упарываешься пол жизни живешь в нищете но зато у тебя доверительные отношения и способность делать хорошо. Если бы ты делал проект с бюджетом хорошо, а проект без бюджета кое-как, то ты бы всю жизнь делал проекты кое-как, потому что с какого хрена тебе давать бюджет, если ты не умеешь? Кажется, я сейчас Тему повторяю. Может быть, много раз уже такое было. За что тебе давать деньги, если ты еще не показал, что умеешь? Ну, то есть, вот. Вопрос, давайте. Все это выглядит, как будто вы работаете не арт-директором, а HR. И у вас при этом уникальные люди, у которых нет своих амбиций, чтобы делать какие-то, допустим, старые проекты, или типа я хочу делать то, что к нам вообще не заходит, и придется вам как-то искать какой-то такой проект, которого там на рынке допустим дальше. Отличный вопрос, который возвращает меня к необходимости все-таки рассказать схему. Как вы думаете, что значит буква ИП? Верно. Но не в том смысле. А это значит индивидуальный предприниматель. По правде. Не вот это как бы, а по правде. Он самостоятельная, автономная рабочая единица, и он умеет учиться, и потом умеет предпринимать. И он предпринимает. И ему можно делать все, что он хочет. И другие проекты. И свои дела. Ну, потому что если запрещу ему делать другие проекты, короче, это технически невозможно, поэтому лучше даже не начинать. Как я запрещу ему делать свои проекты, если у меня нет ни единого вообще рычага контроля и проверки? И главное, зачем я должен ему это запрещать? Почему выгодно, чтобы каждый мог делать, работать в других командах? Что у нас делают многие? Потому что я не отвечаю за его благосостояние полностью и целиком. Я могу разделить эту ответственность с другими неизвестными мне людьми, которые будут платить им деньги, пока проект, в котором они здесь работают, буксуют. И мне не придется дел визит. Это очень выгодно. Просто нужно не бояться, что к тебе не придут, что от тебя уйдут. А что они от меня уйдут, если я интереснее? Ну то есть, а если я не интереснее, так пусть уйдут. Пусть я сдохну вообще в муках, если я не могу быть интереснее, чем другие команды. Ну то есть, меня вот не парит такое. Свои дела, клиенты. А, и вот эта звезда. Вот эта звезда меня как HR. Это просто то, за что мне как HR нужно дать Нобелевку. Нобелевку, HR-овскую. Способ удержания людей в компании. Просто неоткуда уходить. Нет ни единой причины уходить, потому что нет ни одного фактора, из-за которого ты можешь уйти. Кроме того, что ты лично меня не взлюбил и начал считать, что я мудак. Все остальное тебе можно делать. Зарабатывать деньги внутри нашей компании? Пожалуйста, хочешь больше ответственности, больше этого? Я только бегаю за всеми и прошу, ну возьмите еще вот этот. Не в смысле не начните работать больше часов в день. А, возьмите себе за труд еще проконтролировать этот вопрос. Вот в нем деньги, вот в этой координационной работе. Возьмите себе за труд быть для этого клиента каким-то. Ну все что угодно. Да, внутри компании можешь зарабатывать больше денег. Хочешь снаружи, скучно тебе там. Пожалуйста. Что еще? Хочешь поехать в другую страну? Я обычно не замечаю момента, когда люди уезжают в какой-то город или страну. У меня нет никакой возможности заметить это. Типа не надо отпрашиваться в отпуск, не надо говорить, а можно я поработаю из Таиланда? Вообще. Я даже не в курсе к тому. Разные часовые поясы. Мы когда все в Ростове-на-Нону работали, у нас были разные часовые пояса. Одни спят тогда, другие спят тогда. Мы тогда еще научились так делать. Нормально все? Асинхронный метод работы. В общем, да, вот последнее, что. Это все не совсем методика работы, не совсем рецепт бизнеса. Это больше похоже на образ жизни. И мне кажется, что это неплохо, потому что работать вообще не хочется. Не хочется находить work and life balance. Не хочется жить и работать. Вообще не хочется работать. Хочется играть. Даже не играть и работать, а просто только играть. Всегда только играть. Я вот хочу только играть. Работать не хочу. Жить отдельно не хочу. Не хочу искать баланс. И вот я себе придумал конфигурацию, в которой, ну там, золото на меня не сыпется, но все хорошо. На протяжении двух лет, в течение которых люди приходят и уходят, и внутри, и снаружи. То есть эта система как бы пока что прекрасно держится. И до того, как я ее придумал, я мог нанимать там в год 0,3 человека. А с тех пор, за два года, как я ее придумал, вот у нас там 9-10. Как масштабировать свои команды, которые ты можешь лепить по образу и подобию этой? И они становятся семьей. Как бы одной такой бизнес-семьей. Вы уже не как одна ячейка, не как один отряд. Но у вас общие как бы стандарты работы, общие подходы. А, ну если вопрос, как мы что-то берете, это как бизнес, как делать, чтобы они мне носили деньги? Ну, попросить их. Не знаю. Я думаю, что сломается. Я думаю, что сломается с 20. И надо будет доизобрести что-нибудь еще. Мы, конечно же, там не так все весело. Нам приходится все-таки делать вещи какие-то. То есть нам приходится в какой-то момент и сроки соблюдать. Это я так все рассказал, как будто бы нет. Но на самом деле мы работаем и делаем какие-то вещи. Но, короче, придется придумать больше правил. Больше правил. Чем больше правил, тем лучше. Это же все знают. Придется еще пару правил придумать. Можно? Да, да, может, конечно. Смотрите, у меня такой вопрос. По вашему мнению, автоматизировать студию в таком виде проще или наоборот сложнее? А что значит автоматизировать? Я думаю, что она могла работать практически без вас. Потому что, ну, как я понимаю, что сейчас вся работа студии, она очень плотно завязана на вас. И вы не можете выпустить из процесса и так далее. Я чувствую себя как никогда ранее вылезшим из процесса. При том, что юридически все, что мы должны, почти всегда должен я, клиент. Когда я говорю, теперь ты за это отвечаешь, это же немного виртуальная такая штука. То есть там, а закону все равно отвечаю я. Но когда там проходит время, и оно так работает, как бы мой мозг начинает верить в то, что... Ну, то есть, хорошо. Есть у нас проект. Он долгострой, отвратительный висяк, который просто... Я даже не буду назвать, сколько лет мы делаем этот проект. Он должен меня тяготить. И он тяготил меня, когда я знал, что у меня есть задача в этом проекте. Месяц назад я понял, что его нужно делать другой командой. Нашел спецназ, выгрузил им задачи и сказал, зовите помогать. В этот момент мне полегчало. А другому человеку не полегчало бы. Это вопрос персонального болевого порога, да? Сколько ты должен миллионов быть, всем должен, чтобы ты не смог заснуть? Кто-то не может заснуть, когда он должен один миллион, кто-то, когда десять. Ну, то есть, у меня с этим все просто. Чувствую себя очень свободно. Могу ехать, куда хочу, делать что хочу. Что-то будет не идеально. Оно и со мной тоже не идеально. Это вопрос психоза больше, чем реальные штуки. Так. Давайте поспорим. Мы с ними вместе придумаем какую-то классную штуку. А они ее же потом нарисуют там? Да, например. Специально? Просто потому, что отложилось какое-то решение, какой-то задачи. Не вижу проблемы. Если они для конкурентов нарисуют. Вот есть один конкурент, есть другой. И так вышло, что они оба как-то связаны с нами. Ну, то есть, это вручную разруливается. Ну, было такое, что Дода Пицца попросила нас не рисовать дизайн для другой пиццерии. Мы такие, что-то к нам тут чуть-чуть попросили нарисовать дизайнчик. Что нам, рисовать им или нет? Они такие, ну, лучше бы нет. Потому что, ну, как бы, ну, просто лучше бы нет. И мы такие, ну, без проблем, не будем рисовать. Если это где-то за пределами моего, вот дизайнер утащил. В общем, либо я никогда с этим не сталкивался, как с проблемой, либо, во что я больше верю, что такой проблемы не существует. Даже если оно будет выглядеть одинаково, то есть, либо оно почему-то так же уместно, либо это странный, плохой дизайн. И нужно говорить о том, почему он странный и плохой, а не почему он украден. И, как бы, ну, не бывало такого, не знаю. Какие-то есть системные подходы к работе у дизайнера? Я даже не про дизайн-системы, а вообще, в принципе, приходят проекты, и с чего начинают дизайнеры. То есть есть ли момент, когда он оказывается в ситуации, когда ему нужно, когда у него нет четкого плана, он не понимает, что нужно сделать, ему нужно просто обострацию родить? Или всегда есть какой-то порядок? Я пытаюсь с ними поделиться своими методами дизайнерскими, но я их не навязываю. Но, скажем, я говорю, ребята, вот когда вы начинаете думать над дизайном, не надо идти в интернет и смотреть у кого что как. Это надо было делать всю жизнь до этого, и откладывать все ништяки в свою папочку. А вот когда вы хотите сейчас над своим дизайном поработать, то вы из своей папочки выдергиваете и собираете мутборд. Не собирайте мутборд из интернета, соберите его из того, что вы раньше по другому поводу наоткладывали. Так будет лучше. Такая вот методология, чтобы сразу несколько задач она решает. Она решает художественную задачу, что ты сначала насобирал свою эстетику, а потом ее пытаешься навяливать всем. Это прикольно. Она решает задачу ступора перед тем, что вокруг все уже все сто раз сделали. И ты, когда начинаешь придумывать фирменный стиль, не знаю, бургерный, лезешь смотреть, и ты понимаешь, что все уже сделано, и сделать ничего невозможно. Ну, то есть такая штука. Но это все равно, что это похожий вопрос, в какой программе там работать. Когда-то я мог всерьез думать об этом. Сейчас. Кто в какой хочет, в такой и работает. Кто в каком фреймворке мысленном хочет крутить свою штуку, тот в таком пусть и... Хорошо, если он придет и всем расскажет, как это сделал. Ну, в эту сторону еще жить и жить. Нам. Нету секретного соуса. Были ли случаи, когда все пошло по-безде и приходилось менять процессы, делать включение из этих правил, нанимать еще нового человека или вонять, судиться с клиентом и так далее? В общем, все, что выбивалось из вот этой системы? Нет. Эта система идеальна. Она покрывает все возможные ситуации. Это не значит, что не было неприятностей. Один из ответов на вопрос. Я считаю, что у каждого должен быть или у компании, у дизайнера только один метод. Он может быть сложным, разветвленным, но он один. В смысле, что нету одного метода для, когда есть время, а другой метод, похуже, для когда времени не было. Или один метод для, когда есть бабло, а другой, когда его не было. И если происходит какая-то жопа, это не повод менять методологию. Это повод внутри своей методологии просто проинспектировать, что там произошло. Обычная управленческая рутина. Что-то сломалось, прийти посмотреть, что сломалось, есть ли у нас способ это починить, то есть такая какая-то обычная работа. Ну, а что обычно ломается? Ломается обычно одно и то же, что все застряли и заснули. Ну, то есть вот как в эти утята смешные на видео, которые такие и заснули. Ну, как бы пока у меня нету способа с этим бороться, вот прям блестяще всегда. Но я зато точно знаю, какими способами я не буду с этим бороться. Я не назначу ежедневных стендапов по утрам, потому что я не хочу на них ходить. И я ничего не назначу дисциплинарного такого. Я скорее посмотрю, а что, почему им неинтересно делать эту работу. Может быть, они не понимают, в чем ее интерес. Может быть, там, не знаю, объективно мы взялись за какое-то говно, а я, не будучи вовлеченным в него руками, упустил, что это говно, и поэтому оно не делается. Или это большая задача. И так совпало, что у одного дизайнера и тут большая задача, и тут большая задача. И он сидит, и ему плохо от того, что все они большие. Может, надо ему добавить еще маленьких. Ну, то есть... Вот. Ответил? Я, может быть, не ответил. Хорошо. А у больных есть ли какие-то люди, если да, то... Я не помню, чтобы человек сам пришел и уволился. Потому что я не понимаю, каким может быть вообще в принципе ответ, зачем ты это делаешь. Не хочешь работать, ну, на паузу встань, поделай что угодно другое. Не хочешь конкретно это делать, ну, поделай другое, поучи других. Но бывало технически, когда я понимаю, что человека нужно выпинывать. И в день, когда я соберусь его выпинывать, он приходит и сам уходит. Я ему говорю, ну, ладно, что делать. Хорошо. Так было. Но я хочу напомнить, что история нашей компании новейшая. После того, как я в общих чертах как бы осознал этот фреймворк. Насчитывает два года. До этого было три года более классической модели. А до этого было там 10 лет персонального там фриланса с помощниками. Ну, то есть рано считать как бы цыплят. Может быть, все еще сломается. Я не говорил, что в каждом дизайнере немножко художника. Я говорил, что клиенту можно впарить свою художественность и будет хорошо. Не в ущерб его задаче, тем самым давая себе чуть больше свободы в том, чем ты ежедневно занимаешься. И пока что у нас с этим все нормально, все как бы не против. Только это надо только даже это придерживать. Мы же дизайнерами называем всех людей, а они все очень разные. Кто-то такой дизайнер, которому нужно очень хорошо понять, что требуется. Прямо есть смысл долго разговаривать, потому что как только он поймет, он возьмет это и выполнит. И будет классно. А кто-то такой дизайнер, который может только фонтанировать каким-то фейерверком, а ты такой берешь, выбираешь из него какие-то кусочки. Но зато он так мощно фонтанирует, что зачем его затыкать, если он все равно в итоге дает идеи всякие, из которых можно насобирать проектик. Ну, то есть проблемы такой нет. Ну, и потом каждый же может делать что хочет, во-первых, за деньги, а во-вторых, он еще может делать что хочет еще и просто без денег. А у меня нету таких. Ну, то есть я работаю арт-директором, поэтому я вынужден как бы свое вот свое эстетическое как бы накладываю. Но если бы я сейчас нашел арт-директора, вот как я нашел технического директора, и раньше я плохо занимался тоже управлением разработчиками, сейчас я не занимаюсь все хорошо. Если бы я нашел арт-директора, я бы всю, ну, такого классного, в которого я бы поверил, я бы всю эстетику сгрузил ему и продолжил бы играть вот в это. У меня нету, ну, то есть нету вот таких хотелок, а давайте все будут дизайн. Хотя было, а сейчас нет. Спросите что-нибудь неприятное, сложное, гадкое. У вас очень мало лайков на сайте, и вообще неужели ваш дизайн никому не интересен? Во-первых, дизайн, в принципе, мало кому интересен, если специально не транслировать его через какие-нибудь СМИ. Это не горячая тема, не война в Донбассе, там, не вот это все. Во-вторых, мы сменили домен, а Фейсбук считает лайки только для домена. Поэтому, если сейчас у нас там 17 лайков, а было целых сейчас 3 на главной, не знаю, может быть, мы снова сменили домен, я не в курсе, было просто 17, а до этого было штук 80, что уже прилично. Ну, короче, я не знаю, как ответить на вопрос, не думаю, что именно наш дизайн кому-то там неинтересен. Просто мы все время не успеваем заниматься маркетингом себя, это очень плохо, это ужасно плохо, но рынок нас никогда не заставит, потому что спрос на услуги есть и без этого. И собственная лень не дает как следует этим заниматься. Но если вы подпишетесь на наш канал, то я обещаю, что в ближайший месяц там будут новости про то, как мы выкатили новое, потому что мы уже честно-честно выкатываем. В общем, да, похоже, что все, что угодно, кроме непосредственно нашего дизайна, заходит в соцсетях лучше. Но клиентам больше нравится наш дизайн, чем когда мы просто шутим, а дизайн не показывает. Они как бы за это платят. Ну, за шутки тоже вынуждены. Вопрос по поводу отсутствия физического офиса. Наверное, есть какие-то минусы, например, в команду не может друг к другу подойти, посвящаться, здесь пропадает немного потом мотивация работы в команде, и плюс больше времени на обсуждение, учреждение, что еще асинхронная работа по времени. Как вы эти минусы решаете? Да, это правда, что некоторым не хватает соборности. И эта проблема решается только тем, что они находят ее где-то еще. Просто я не воспринимаю это как угрозу для нашего коллектива. Пусть они найдут соборность в какой-то другой команде, которая хочет рядом, плечом включу, сидеть. Это сильно не повлияет на нашу штуку. Но такое есть. Я просто сам не испытываю сейчас такой потребности, чтобы собирать всех. Я знаю, я работал в офисах, это прикольно, бывает. Но у меня такой потребности нет, а поскольку ее нет у меня, ну, сорян, всем приходится что-то находить. Некоторые, наверное, местами страдают, хотелось посидеть вместе, поесть пирожных, кофе выпить. Работа не страдает. Я свято верю, что мы не сделали бы, мы херово все можем сделать, но мы не сделали бы это лучше, сидя в офисе. И контроль слабенький, но в общем нету ни малейшего желания переходить к чему-то. Хотя, я же говорю, если ну, у нас были практики, что мы раз в месяц собирались, когда там какой-то большой костяк был в Ростове-на-Дону, мы собирались в кафешке, но это было не про проекты, это было не про нем, не планерка, это было про кто что узнал, кто что прочитал, вот такое. прикольно было. Потом перетащили это в скайпы, потом скайпы сломались, сейчас мы перетащили это в парк. Про парк не буду рассказывать, парк прекрасен, можно на сайт зайти, почитать все. Мы сделали, мы открыли парк. Как раз вместо того, чтобы внутри себя вариться и учиться, мы решили чуть при открытии, чтобы туда классные ребята пришли, и мы все вместе учились делать. Ну да, есть такое, что грустновато некоторым. Кажется, это все. Спасибо вам большое, что послушали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ